Ситуацию в Сирии по следам большой встречи в Вене сегодня уже по телефону продолжили обсуждать главы внешнеполитических ведомств России и США. По данным нашего министерства Сергей Лавров и Джон Керри говорили об организации политического процесса между правительством Сирии и объединенной делегацией оппозиции, а также об обеспечении по-настоящему представительной внешней поддержки этих усилий. Один из основных итогов венской встречи, в которой накануне наряду с Лавровым и Керри также участвовали главы дипломатии Турции и Саудовской Аравии, решено расширить состав переговорщиков. В частности, к процессу готов подключиться Иран. Следующая встреча может пройти уже на следующей неделе. Ситуацию в Сирии по телефону обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Главная тема — способы наладить политический контакт между правительством Сирии и оппозицией. Напомню, накануне в Вене был день большой дипломатии. Выход из сирийского кризиса искали главы внешнеполитических ведомств России, Америки, Турции, Саудовской Аравии и Ордании. В Москве убеждены, чтобы в Сирии начался политический диалог власти и оппозиции, нужна мощная группа внешней поддержки и членов Совета безопасности и Организации Соединенных Наций, а также ключевых стран региона, например, Египта и Ирана. И сегодня Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел этих двух стран. Речь шла об итогах Венской встречи и проблемах безопасности на Ближнем Востоке. Сирийскую проблематику обсудили по телефону главы внешнеполитических ведомств России и США. Эта беседа стала продолжением венских переговоров Сергея Лаврова и Джона Керри. Дипломаты считают, что политическому процессу в Сирии необходимо внешнее сопровождение. При этом правительство Арабской Республики не должно отказываться от переговоров с представителями сирийской оппозиции. На желании сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом сегодня заявил Египет. Об этом Сергею Лаврову по телефону сообщил его египетский коллега Самех Шукри. Как сообщается на официальном сайте МИДа, Лавров и Шукри договорились о дальнейшем поддержании взаимодействия в целях наращивания совместных усилий, призванных содействовать общим антитеррористическим действиям в регионе и политическому урегулированию конфликта в Сирии.